Подведены итоги конкурса факел сотрудничества. Он уже стал традиционным. Учредителями его являются Газпром Межрегион Газ Чебоксары и Газпром Газораспределения Чебоксары. Мероприятие проводится ежегодно в целях укрепления партнерских отношений между поставщиком газа, газораспределительной организацией и потребителями газа, юридическими лицами. Кто получил факел сотрудничества в нашем материале. Такой факел сотрудничества ежегодно вручают организациям, ставшим победителями конкурса. Высокий статус мероприятию придало присутствие на чествовании председателя Республиканского Кабмина Ивана Маторина и главного эксперта департамента ПАО «Газпром» Леонида Калинина. По итогам работы за 2018 год лучшими признаны 12 предприятий различной формы собственности. Для потребителей созданы равные возможности для победы. Лучших определяла конкурсная комиссия в четырех номинациях по определенным критериям. Это в первую очередь бесперебойное потребление этого природного газа. Второе – безаварийная работа по вине потребителя. Энергосбережение. Это, естественно, оплата. Все эти факторы складываются. Сама идея очень интересная – поощрять и пропагандировать именно труд, который действительно добросовестен, честен, когда к труду подходит с профессиональной точки зрения и с большой долей ответственности. Одним из лауреатов конкурса стал Ростелеком. Безусловно, любая награда – она приятная. И это действительно большой труд коллектива. И действительно, в 2019 году мы планируем расширять наше сотрудничество абсолютно по всем направлениям. Думаю, что оно будет, скажем так, в обе стороны. Чебоксарский хлебозавод номер один стал победителем среди крупных предприятий. Мы характеризуем «Межрегионгаз» как самый надежный поставщик газа. На предприятии ведутся мероприятия по экономии потребления газа, модернизацию производства, улучшение кольсельной и предприятия. Эффективное использование газа, соответственно. Опыт предприятий победителей – отличный пример для подражания. Иван Моторин в приветственном выступлении отметил, что правительство республики поддерживает проведение такого конкурса. Значимость обоюдного исполнения обязательств, ответственность потребителей, поставщика газа и газораспределительной организации имеет важное значение для эффективного экономического развития Чуваши. Принято республикой ряд решений по модернизации газового хозяйства. Это в таких городах, как Алата, Ядрин, Козловка, Шумерля. Что непосредственно позволит нам, опять же, соблюдать платежную дисциплину, надежность газоснабжения. Ну и самое главное – оказывать услуги нормативного качества населению и предприятиям, которые работают, и люди, которые живут в этих городах. По окончании церемонии награждения все участники мероприятия посетили Музей истории газового хозяйства. Посетители ознакомились с уникальными экспонатами и документами, прослеживающими развитие отрасли с момента становления до настоящего времени. Субтитры создавал DimaTorzok